Паспорта готовности к отопительному сезону должны быть готовы до 15 сентября. Во всех ли домах это получится, проверил глава Сочи. Подрезал или случайность? Ночью в Хостинском районе произошло ДТП. Итог – перевернувшаяся машина. Обучение, консультации и даже лечение. Общественная палата Сочи третьего созыва подвела итоги своей работы. Сочинский саквояж снова признан лучшим. Он победил во Всероссийском фестивале любительских театров «Кукол». Вторая жизнь старейшего на Кубани коньячного завода. В Новокубанском районе готовится к первому за полгода запуску разливной линии. Еще в марте завод был на грани банкротства. Накануне его посетил губернатор. Вениамин Кондратьев проехал и по другим предприятиям района. Получился своеобразный тур по импортозамещающим производствам. Что удалось сделать куманским промышленникам с момента начала политики контрсанкций, расскажут наши краснодарские коллеги. В 65-м году был основан винзавод. Вот с этого года у нас первые дистиллят остались, и вот бочка осталась на 65-го года. Эта дубовая бочка – гордость старейшего на Кубани коньячного завода. Выдержка дистиллятов в ней – 51 год. Главный технолог Виктор Дробяско шутит. Не надо даже пить, достаточно постоять рядом, чтобы оценить весь букет. Мы дышим, это так называемая доля ангела. Это потери, которые улетели через поры дуба, улетели в атмосферу. Люди постоянно не находятся здесь. Они приходят открыть кран или опустить шланг в бочку. За вредность нам положено молоко. Ежемесячно дается рабочим молоко. И дополнительно к отпуску три дня. В отпуска сотрудники Новокубанского коньячного завода еще полгода назад уходили вынужденно. На производстве остановился розлив продукции. Из-за долгов невозможно было продлить лицензию. Краснодарский край рисковал потерять ведущий коньячный завод. Спасти его удалось после того, как в ситуацию вмешались региональные власти. Помогли взять кредит. Уже послезавтра линия по розливу коньяка снова заработает, рассказывает губернатору. Сегодня бутылки стоят пустыми. Да. То есть когда они у нас будут полными? Послезавтра, если завтра марка пройдет, вот знак. А послезавтра будут полными. 8 тысяч бутылок в первой партии будет разбито. Новокубанский коньячный завод – это бренд Кубани. Поэтому сегодня он должен работать. Мы сегодня говорим о том, что наши бренды, которые составляли славу Кубани, отчасти сегодня закрываются. Вот и он мог бы закрыться. Но благодаря и вашей позиции, позиции края, те, кто сегодня занимались тем, чтобы этот завод не ушел с карты Кубани, к экономической карты Кубани. То есть вот и есть результат. То есть послезавтра будет акцизная марка и будет снова новокубанский коньяк. В год здесь выпускают миллион бутылок коньяка с выдержкой от 3 до 40 лет. Уже договорились о поставках на Урал и в Сибирь. Легендарные. Еще с советских времен такие марки, как «Большой приз» и «Русь великая», делают по традиционным технологиям. Роль играет даже возраст дуба, из которого сделаны бочки. Смола, ваниль, шоколад – это действительно коньячный, ну, с 81-го года находится в дубовой таре. Возраст здесь дуба – 120 лет, не менее. Вы сегодня говорите о традициях приготовления и изготовления коньяков. Вот важно, чтобы мы их не потеряли. А у нас эти традиции только в одном новокубанском заводе, по большому счету, сегодня присутствуют. Сила традиции новокубанского коньяка и в том, что все производство идет на отечественном сырье и станках. От зарубежных виноматериалов отказались еще 80-х. Сейчас даже виноград выращивают на собственных полях. Потерять такой завод, когда промышленность пытается импортозаместиться, было бы непростительно. Спасибо вам большое за то, что вы помогли сохранить и помочь нам в работе. Я хочу сказать, что это сегодня даже не нужно обсуждать. Это не помог. Я сделал то, что должен был сделать, что власть должна была сделать. Мы должны сегодня сохранить не только работающие предприятия. Мы их должны и приумножить. Сегодня мы сделали только первый шаг на сохранение экономической стабилизации предприятия. А давайте завтра сделаем второй шаг на развитие. Ведь этому заводу еще работать, работать и работать. Он живой завод. Он реально сегодня с такой мощнейшей начинкой и потенциалом, что, конечно, я считаю, что мы сегодня все вместе сделали одно общее дело. Мы сегодня сохранили, коллеги, а не дай богу, пришлось возрождать. Импортозаместиться не сразу, но постепенно получается и в тех отраслях, где была колоссальная зависимость от заграницы. Вениамин Кондратьев посетил биофабрику, где производят аналоги немецких, французских и испанских медицинских препаратов. 12 наименований в рамках импортозамещения. Еще 6 ждут лицензию на изготовление. Для потребителя это очень хорошо. С чем хорошо? Что брендовые препараты и наши аналоговые препараты – это 40-50% стоимости бренда. Сегодня соотношение цены и качества в рамках санкционного периода в нашу сторону. Потому что, в принципе, качество тоже, а цена ниже. Намного ниже. Санкционный период мы проживем. Важно прожить следующий период. Я верю в то, что санкции, конечно, снимутся рано или поздно. Что мы могли тогда не заместить уже импортные, а выместить. Нам это свои. Выместить. Выместить. Наша задача. Мы должны уже на наш мудрый рынок их не пустить. Совершенно правильно. Вот тут самая главная задача. Острая борьба за рынок идет и в аграрном секторе. На коллективном сельхозпредприятии «Хуторок» – старейшем в России. После начала политики контрсанкций стали выживать максимум. Импортозамещением занимаются на перспективу. Проекты молочных ферм теперь не покупают за рубежом. Все разрабатывают и строят своими силами. Так, вместо миллиарда рублей новая мегаферма обошлась в 80 миллионов. Естественно, снизится и себестоимость будущего молока. Кроме этого, в хозяйстве занялись собственной селекцией, чтобы не зависеть от зарубежных коров. Селекция – это отечественная, наша кубанская. Методом полотительного скрещивания уже 10 лет мы осеменяем галшетино-фрисской породы. У нас раньше была красно-степная. Вот, пожалуйста, тоже. Можно покупать, а можно самим. В течение 10 лет селекцию сделать, но сделать можно. А можно 10 лет плакать, что нет селекции, нет отечественной породы. Вот и подходы разные, коллеги, подходы разные. То, что санкции не будут вечными, согласны все – от фермеров до производителей лекарств. В любой отрасли важно сейчас создать базу, которая потом позволит в рыночной борьбе вытеснить зарубежных конкурентов. И возрождение того же коньячного завода – один из таких шагов. Главное – правильно распределить имеющиеся ресурсы. На площадке бывшего спиртзавода губернатор предложил создать промышленный парк. Тем более, что все коммуникации там уже есть. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Новокубанский район. После объезда Вениамин Кондратьев по традиции встретился с местными жителями. По словам главы Новокубанского района, сегодня муниципалитет занимает лидирующие позиции по многим показателям. Так, например, по темпам социально-экономического развития район всего за год поднялся на пятое место. До этого занимавши только 25-е. Вырос объем отгрузки сельхозпродукции, а динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципалитета превысила 109%. Однако, по мнению губернатора, эти красивые цифры должны быть не просто на бумаге, а отражаться на реальной жизни людей. Или вы научились работать со статистикой, или сомнений с экономикой. Несмотря на такую положительную статью, вопросов в зале меньше не стало. А Вениамину Кондратьеву местные жители пожаловались на проблемы в ЖКХ. Решение всех озвученных вопросов глава региона взял под личный контроль. Кубанская продукция должна быть во всех магазинах края. Об этом заявил Вениамин Кондратьев. Глава региона сегодня проверил, сколько местных товаров на прилавках наших магазинов. Губернатор побывал в крупных торговых сетях. В некоторых из них ассортимент молочной продукции, яиц, овощей и фруктов в основном от местных производителей. А где-то доля кубанского товара составляет всего лишь 30-40%. Глава края еще раз отметил, необходимо расширять ассортимент кубанских товаров. Жители региона должны покупать продукты, выращенные и произведенные в крае. Мы не делаем политику, мы делаем экономику и возможность жителям края и горожанам покупать ту продукцию, которая растет в этом крае. Они ее вокруг себя везде видят, но, к сожалению, на полках магазинов увидеть не могут. Ну, ни больше, ни меньше. Это дать возможность жителям есть качественную, жителям региона, жителям города, качественную продукцию, выращенную в этом крае, в котором они живут. В солнечном крае, в благодатном крае. Как заполнить магазины края кубанскими продуктами, уже на совещании губернатор обсудил с представителями торговых сетей и регионального министерства сельского хозяйства. Паспорта готовности всех многоквартирных домов к отопительному сезону должны быть оформлены до 15 сентября. Сегодня глава города побывал на рейде и в микрорайоне Мамайка, там, где оставались проблемные вопросы. Но в ходе рейда они были сняты, а замечания сделаны по ремонту дома на Полтавской 22 и благоустройству набережной. Обо всем по порядку. Елена Овсецына. Товарищество собственников жилья «Союз» – это несколько домов на Туапсинской, в их числе 15 и 17, где, по информации, теплоузлы не были подготовлены к отопительному сезону. Не были промыты и не были опрессованы. Это две недели тому назад. Они искали просто подешевле организацию, сейчас нашли. Она им все сделала. Это ТСЖ, да? Да, это ТСЖ. Здесь ТСЖ «Союз», здесь ряд домов в этом ТСЖ. Домком подтверждает, что промывку и опрессовку специалисты сделали. Анатолий Пахомов лично спускается в подвал, проверяя теплоузел, который действительно теперь находится в идеальном состоянии. Жильцы рассказывают главе города, что паспорт готовности есть, и зимой в их квартирах всегда тепло. А вот посещение и проверка ремонтных работ на теплотрассе питающий дом 22А по улице Полтавской вызывает недовольство. Это бывшее общежитие, где случился пожар 19 января. Теперь строение получило статус жилого дома. Здесь проводится ремонт. Но вопросов подрядной организации, которую курирует департамент строительства города, много. Это что? Мне долго это показывают? Это что за ремонт? Это что за отношения? Поэтому я сейчас еще раз говорю, даю срок неделю. Жалуются жильцы дома. Ремонт делают долго и некачественно. Двери 40 лет, как и дома. Вопрос, если поставьте новую дверь, на все работу на руку и латками латаем. Вот покрасили сегодня краской. Краска дороже, чем дверь. Здесь же главе города подходят и жильцы новостройки. Их дома не введены в эксплуатацию. Всему виной юридическая неграмотность. Покупать жилье нужно у надежных застройщиков, которые имеют целый пакет документов. И это не только разрешение на строительство многоэтажного дома, но и акт ввода в эксплуатацию. Тогда будет и свет, и вода, и тепло. К сожалению, заранее об этом люди не думают. Продолжают скупать квадратные метры подешевле. В этом случае, согласно законодательству, все остальное бремя коммунальных услуг ложится на их плечи. На улице Виноградной у дома номер 4, где 360 квартир, котельная оборудована, но не функционирует. Нет разрешения от Ростехнадзора. Товарищество собственников недвижимости решает эти вопросы. Срок подачи паспортов готовности котельных 15 октября. Жильцы уверили главу города, котельная начнет работать в срок. А вот набережная на Мамайке с благоустройством запаздывает. Мы очень благодарны предпринимателям, потому что это их деньги. Но тем не менее, хотелось бы, чтобы в том числе и за деньги предпринимателей работы заканчивались побыстрее. Потому что люди же не могут жить в постоянной стройке. Поэтому я и потребовал, чтобы в течение 20 дней по набережной завершены были работы. Там, конечно, были объективные причины. Прежде всего, там меняли теплотрассу к интернату. Естественно, что это подготовка тоже к зиме. Но сейчас теплотрассу заменили. И сегодня уже нашим предпринимателям, которые изъявили желание строить набережную, уже можно приступить к благоустройству. Если брусчатка выглядит красиво, то ряд мест на набережной совсем не привлекательный. Как и эта несанкционированная торговля. Глава города предложил торговцам воспользоваться социальными рядами. Есть здесь и рынок, где торгуют вперемешку вещами и продуктами. Анатолий Пахомов предложил разделить ряды и сделать рынок более цивильным. На набережной проделана большая работа, можно сказать, масштабная. Теперь и в интересах самих же жителей по мере сил подключиться к благоустройству. К другим новостям. Подрезал или случайность? Ночью в Хостинском районе произошло ДТП. Итог – перевернувшаяся машина. Авария произошла на развязке в районе СТЦ «Спутник». Машины ехали со стороны Адлера в центр города. Видно, как иномарка резким поворотом вынуждает отечественную легковушку уйти в отбойник. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Кто и как эвакуирует транспорт сочинских улиц? Кто контролирует этот процесс? И где машины можно оставлять на ночь, не беспокоясь об их судьбе? Эти и другие вопросы обсудил первый замглавы города Мугдин Чермит с директором управления автомобильных дорог Александром Сидоровым. И таких звонков в сутки диспетчерский центр по эвакуации транспорта принимает больше сотни. В летний сезон, когда на курорт на личных автомобилях приезжали десятки тысяч туристов, количество обращений доходило до 150. Заявка инспектора ДПС фиксируется, высылается эвакуатор, а параллельно диспетчер отслеживает дорожную обстановку. Картинка с десятков камер уличного видеонаблюдения также анализируется в этом центре. Новость о том, что теперь эвакуировать транспорт будут и по ночам, сотрудники восприняли спокойно. Центр и так работает круглосуточно. Кстати, это только в Сочи. Ночная эвакуация в новинку. Во многих городах это в порядке вещей. Об этом говорил первый заместитель главы города Мугдин Чермит на встрече с директором управления автомобильных дорог. Мы должны эвакуировать те автомобили, которые грубо попирают правила дорожного движения. Знаки-то у нас действуют в любое время суток. Поэтому, если знак действует, скажем, по времени, это там должно быть размещено. Если знак действует круглосуточно, значит круглосуточно там остановка запрещена, либо стоянка. Поэтому мы должны теперь перейти на круглосуточный режим работы, чтобы навести порядок в этом вопросе. Думаю, что жители города должны отнестись с пониманием к этому вопросу, к тому, что это делается только для безопасности, во-первых, жителей города. Установленный на дорогах знак не имеет срока действия. Если парковка запрещена, то она запрещена и днем, и ночью. Оставленный на ночь на проезжей части транспорт мешает уборке дорог. Из заброшенных автомобилей не могут проехать машины экстренных служб. Один из ярких примеров – пожар на улице Цурюпы. Спецтехника потеряла драгоценное время, прорываясь через забитую машинами улицу. Сейчас там, на одном из участков, в порядке исключения, будет рассмотрен вопрос об установке знака, запрещающего парковку. В остальном же сочинские автовладельцы, оставляющие машины во дворах, пока могут спать спокойно. Кстати, в ближайшее время на курорте появятся новые парковочные места. Они должны стать альтернативой парковке на островках безопасности. Остановка в этих местах – не только нарушение правил дорожного движения. Это серьезная помеха другому транспорту. Там, естественно, везде сплошная полоса наблюдается. Это серьезно мешает обзору, то есть влияет на безопасность дорожного движения. Тем не менее, островки безопасности везде всегда загружены. Понятно, что не от хорошей жизни. Мы должны, прежде чем их закрыть, принять какие-то превентивные меры, мы должны рассказать о том, предложить места для парковок. Скажите, как ваше видение организации работы в этом направлении? Я предлагаю все-таки оградить бордюрным камнем и внутри сделать зеленые зоны. Это лучший вариант, который мы рассматривали. Он самый эффективный вариант и по безопасности дорожного движения, и по всем остальным параметрам. Это эффективный вариант, но не окончательный. Как и чем закрыть доступ на островки безопасности, решат после обсуждения с представителями общественности на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На улицах Макаренко и Абрикосово разрешат ставить автомобили. По причине жалок местных жителей на невозможность припарковать машину рядом с домом. Правда, по мнению специалистов, это может не только вновь спровоцировать пробки, но и создать сложности при уборке для спецтехники. Знаки закроют в четверг, а уже в пятницу автомобили можно будет оставлять на тех самых улицах Макаренко и Абрикосовой. Общественная палата города Сочи в составе третьего созыва подвела итоги своей деятельности. О результатах, о проблемах курорта, которые общественникам удалось решить, руководители палаты рассказали на пленарном заседании. Создавалась общественная палата в период подготовки Сочи к Олимпиаде. Тогда задача у членов палаты города была одна – подготовка к играм 2014. Сегодня представители отрасли образования, здравоохранения, строительной сферы, торгово-промышленной палаты, депутаты городского собрания и лидеры различных общественных движений занимаются всеми социально-экономическими вопросами, которые волнуют горожан. Это экология, пенсионное обеспечение, ЖКХ, рост цен. Члены общественной палаты все это время выступают связующим звеном между властью и населением. А если уж на нашем муниципальном, региональном уровне не находится решение, то тогда через федеральные структуры, через общественный совет, естественно, подготовка, проведение, контроль, то, что необходимо, и чем мы, как правило, страдаем. И решение вступает в силу. Но работы очень много. И работа – это прежде всего взаимодействие законодательной, законодательной, исполнительной власти, а еще больше общественных движений, организаций, которые, наконец-то, объединились в разные структуры. Такая работа в тандеме позволяет решать проблемы на корню, отмечают члены общественной палаты. Порой даже своевременный компетентный совет снимает в городе социальную напряженность. Общественники всегда готовы проконсультировать горожан. Для этого на курорте создается школа гражданской активности. Большое внимание палата уделяет и патриотическому воспитанию молодежи. В рамках этой программы в Сочи в октябре пройдет форум-фестиваль духовно-нравственной культуры «Покров». Благодаря работе общественная палата, отмечают сами члены, в городе решается и масса социальных вопросов, к примеру, дорогостоящего лечения сочинских детей-инвалидов. Много мы черпаем именно от общения со своими коллегами в разных направлениях, и в частности, вот то, что касается нашего блока. Самое главное, что мы сейчас, конечно, то, что мы входим, я лично вхожу в общественную палату. Здесь находясь, мы можем разрабатывать новые программы, которые необходимы для именно деток нашего города, чтобы, как говорится, им жилось лучше, и чтобы родителям было легче. Ко всему прочему, в общественной палате работает шесть комиссий, и вся эта организация готова и дальше выстраивать конструктивные рабочие отношения между обществом, бизнесом и властью. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинский саквояж снова признан лучшим. 7 сентября наш народный самодеятельный коллектив принял участие во втором всероссийском фестивале-конкурсе любительских театров «Кукол» и выступил там с триумфом, став обладателем диплома первой степени. Из Саратова саквояж вернулся накануне, а сегодня с актерами пообщалась наш корреспондент Татьяна Говоркова. За победу во втором всероссийском фестивале любительских театров «Кукол» сражались коллективы из 12 регионов страны. Три года назад Сочинскому театру уже удалось блеснуть своими яркими идеями, куклами, режиссурой и художественной постановкой. «Маленькая ведьма» из нашего спектакля, который мы считаем в нашем театре «Кукол» саквояж своей чайкой. Это такой спектакль, который один из наших первых, самых-самых первых. И он до сих пор идет уже много лет. И вот «Маленькая ведьма» – это та кукла, которая на прошлом фестивале, три года назад, в всероссийском фестивале театров «Кукол», принесла нам победу. На этот раз руководитель и актер народного самодеятельного театра «Саквояж» Роман Соколовский решил представить на суд жюри сложное аллегорическое произведение – повесть английского писателя Джона Толкина «Лист работы Нигля». Сочинского Нигля уже оценили по достоинству в прошлом году на Всероссийском фестивале «Черноморские театральные встречи». И, как говорится, снаряд удачи вновь не пролетел мимо саквояжа. Сразу три высокие награды – диплом первой степени в направлении «Народный самодеятельный коллектив театра «Куклы и актера», звание лучшего в режиссуре и художественного решения в спектакле. Вообще, я, честно говоря, сначала даже не понял, что как это, да? Мы? Опять? Я думаю, ничего себе, ух ты. Ну, там эмоции переполняли, просто я на самом деле не ожидал, потому что, ну, всегда мы не сильно довольны, а тут-то вообще, потому что есть такое понятие – синдром фестивального спектакля. Все время как-то все нервно и, ну, не так, как должно быть. Что-то получается, что-то не получается. Каждую мелочь, вот, думаешь, эх, тут вот надо было, вот надо было лучше, а тут вот так получилось. Ну, ладно, дальше идем. Прибыв из Саратова, саквояж готовится к новому сезону. Начиная с 18 сентября в Доме культуры Центрального района будет проходить полюбившийся публике интерактивный спектакль «Маленькая ведьма». А в конце месяца кукольный театр представит премьеру для юных сочинцев. Воздушную историю зрителям расскажут перчаточные куклы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». На сегодня это «Все новости». Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну, а все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». В студии была Инга Габейшая. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.